А вот и третья часть. Подписывайтесь на канал, а мы начинаем. Месяц спустя, Микасасон, ваш рамен как всегда превосходный. С довольной мордой сказал Наруто, закончив уплетать блюда всей его жизни. Можно сказать, Наруто здесь обжился. Оказалось, что в Узуше очень много доброжелательных людей. Еще никто и ни разу не проявил враждебности к незнакомому блондину. Правда, и друзьями он не особо обжился. Одна из тех, с кем Наруто завел достаточно теплые отношения, это тетушка Микаса, которая держала небольшую закусочную недалеко от дома блондина. Старенькая бабушка, которой уже 128 лет. Мужа она потеряла еще в молодости, когда у Зумаки тоже по горло были увязаны в войнах. Она осталась одна, с двумя сыновьями на руках. К ней очень много мужчин подбивали клинья, но она оставалась верной своему покойному супругу. В одиночку вырастила и воспитала прекрасных сыновей и патриотов своего клана. Но судьба беспощадна, и оба ее сыновья погибли в одной из вылазок. С тех пор, старушка одна. После отставки со службы Кунаичи, все накопленные деньги она потратила на открытие собственного бизнеса. Жить-то на что-то надо. С Наруто она познакомилась, когда блондин искал себе место, где можно нормально поесть, ведь готовит он так себе. И он зашел к ней. Посетителей тогда не было, и чтобы развеять тишину, они зацепились слово за слово. Наруто показался ей довольно галантным и воспитанным юношей. Блондин приходил все чаще и чаще, пока его походы не стали регулярными. Микаса иногда просила Наруто помочь ей с тяжелым грузом, а он никогда не отказывал. Всегда помогал разгружать то ящики с рыбой, то тушки свиней, то тяжелые мешки с мукой. За это она постоянно делала ему скидки на еду. В общем, Микаса стала для Наруто заменой тючей. Наруто. Сан. Я. Больше. Не могу. В закусочную зашел запыханный юноша на трясущихся ногах, в котором все посетители узнали Изму, сыну Зукаги и главного наследника клана. А Наруто просто расслабленно ковырялся в зубах зубочисткой. Давай-давай, Изму. Еще один, последний, круг по деревне, а потом трусцу к храму шинигами. Как ни в чем не бывало, сказал Наруто. Я уже 30 кругов пробежал. Вот видишь, результат налицо. Во время первой нашей тренировки, ты пять еле осилил. А сегодня уже 30. Давай, еще один и приступаем к отработке ударов катаной. В Сиготу пять тысяч прямых взмахов правой рукой, пять тысяч левой. Шесть тысяч косых взмахов правой рукой, шесть тысяч левой. С безумной улыбкой проговорил Наруто. Копиец. Страдальческий взвыл Изму, падая в обморок прямо посреди закусочной. Это был один из немногих геморроев пребывания Наруто в узыше, но и этим он научился наслаждаться. Тренировки наследника клана. Хоть это и быстро наскучило, но свои обещания он выполнял исправно, и Ашина отмечал огромный прогресс сына за такой мизерный срок. Но какие же мучения испытывал его сын, Узукаги не мог себе и представить. От множественных перенапряжений мышц, по всему телу Изума были синяки, а сам юноша вечно ходил уставшим. Как оказалось, дня между тренировками не хватало для отдыха. Самолетик. Весело крикнула Мегуми, а возле Наруто и правда приземлился небольшой бумажный самолетик. Девочка сидела неподалеку от Наруто, и доедала салат с морепродуктами, попутно упражняясь в управлении бумагой. Узумаки подобрал бумажное изделие, и нежно погладил девочку по волосам. Я горжусь тобой, твой контроль бумаги с каждым днем становится все лучше и лучше. Только не отвлекайся больше от еды. Угу. Кивнула девочка и продолжила уплетать свой завтрак. Какая же она у тебя миленькая, Наручан. Вот, держи конфеты. Теплым тоном сказала старушка Микаса, протягивая девочке сладости. Спасибо, тетенька. Радостно пролепетала Мегуми, и хотела уже бросить вкусную сладость в рот, но наткнулась на выразительный взгляд своего сенсии. Удивительно, но Мегуми уже научилась считать настроение Наруто по одному лишь взгляду, поэтому бросила сладости в карман своего кимоно, и продолжила наслаждаться салатом. Когда Мегуми доела, Наруто поблагодарил Микасу за завтрак, расплатился ли с ней, взял бессознательного из-за мазаши ворот, и они удалились из заведений. Да уж, странно эта парочка. Появились кто знает откуда, да еще и на особым счет у Азукаги. Вон, этот блондин даже его сына тренирует, хотя у самого молоко на губах не обсохло. Внутри заведения послышался шепот от одной женщины. Не скажи. Решила не согласиться другая женщина. Разве ты не обратила внимания на его руки, когда тот закатал рукава водолазки, чтобы поесть? Они все в мелких шрамах. Может этот парень не выглядит молодо, но вкус войны он уже ощутил. К тому же, разве он не красавчик? Вклинилась в разговор третья женщина. А еще это его аура. Да он же ходячий афродизиак. Восхищенно воскликнула она, при этом страстно закусив губу. Побои с шенигами. Отсуждающие посмотрели на нее две предыдущие женщины. Ты же замужем, так еще и с тремя детьми. Ой, можно подумать, вы не согласны со мной. Махнула рукой та женщина, и перевела разговор на другую тему. Остров с храмом Мизумуки. Суетон водяная пушка. Наруто слишком мало чакры вложил в эту технику, и она утратила свою мощь, но привести в чувство одного жмуряка смогла. Просыпаемся, спящая красавица, принц за тобой пришел. Веселым тоном сказал Наруто, когда Изаму встрепенулся от холодной воды. Шенигами вас накажет когда-то за такие зверства. Недовольно пробурчал Изаму, поднимаясь на своих ватных ногах. Итак, сегодня наша последняя тренировка. Так уж и быть, я не буду тебя лишний раз нагружать. Проведем-то, что ты любишь больше всего. Сказал Наруто, складывая крестообразную печать. Возле него появился клон, которому тот вручил распечатанную ранее катану. Поспаррингуйся немного с моим клоном, и можешь идти отдыхать. Сегодня ты еще нужен живым. Глаза Узумуки расширились от шока. «Неужели, сегодня тот день?» Спросил Изаму. Наруто ответил лишь сдержанным кивком. «Наруто-сан!» Сказал Изаму, а после сложился в низком поклоне. «Я благодарю вас за то, что вы для меня сделали. Я стала настолько сильным за такой короткий срок, и все благодарю вам. Я всегда буду помнить о вас». Блондин лишь улыбнулся на его слова и подошел к юноше, похлопав его по плечу. Мегуми слышала весь этот разговор. Когда Наруто сказал ей, что придется пожить здесь некоторое время, то она не была настроена оптимистично. Но когда Блондин отвел ее на ближайшую детскую площадку, она сразу же вспомнила, что является ребенком, детство которого украл этот жестокий мир. В отличие от Наруто, она познакомилась со многими детьми и завела много друзей. Теперь же, понимая, что придется покинуть это место, на нее накатывает грусть. «Пэс, чё грустишь?» Прозвучало из ближайших кустов. Из них, грациозной походкой царя всех царей, вышел лис, размером чуть больше среднего волка. Рыжая шерсть блестела, словно языки пламени, гордый стан и вздернутый вверх голова выдавали напыщенность этого создания. Правда, был один странный дефект девять хвостов. Лисяя запищала Мегуми, кидаясь на лиса с объятьями и зарываясь в его мягкий мех. Да, это был Курама. Чтобы не тревожить граждан, и не вгонять их в лишний страх, Узукаги попросил что-то придумать с размерами лиса. Решение довольно быстро нашлось. Кьюби это существо, состоящее из чакры. Увеличив немного концентрацию своей чакры, лис может становиться меньше. Правда, долго он в такой форме пребывать не может, а потому по ночам он возвращается к своим нормальным размерам. Наруто решил довериться Мегуми и познакомил ту с лисом. Знакомство прошло, на удивление блондину, весьма удачно. Курама нормально относился к девочке, иногда даже рассказывая всякие истории, позволял ей играться с хвостами. Правда, имя свое Кьюби запретил Наруто называть. По его словам еще не заслужила. «Да-да, это Юл. Говори потише, чтобы тот олухизм у нас не услышал», — сказал Курама, усаживаясь возле девочки, под высоким деревом. «Я не хочу уходить отсюда. Мне здесь нравится, у меня тут появились друзья». Грустным тоном сказала девочка, ковыряясь в земле какой-то палочкой. А Наруто об этом сказать не думала. Спросил Кьюби, положив голову на скрещенные лапы. «Как я могу перечить Сенсию? Он столько для меня сделал. Кормит, одевает, учит. Без него я бы умерла в той пещере». Наруто поведал Кураме историю этой девочки. Лис никак на это не отреагировал, ссылаясь на то, что таких детей в нынешней эпохе очень много. Но все же, после услышанного Лис еще больше смягчил свое отношение к девочке. «Я поговорю с ним». Спокойным тоном сказал Лис. «Обещаешь?» С горящими глазами спросила Мегуми. Лис на это лишь кивнул своей довольной мордой. «Спасибо», сказала девочка, прилипая к теплой спине Лиса. Центральный парк Узыши – это самое уникальное место в деревне. Можно сказать, достопримечательность Узыши. Деревья в этом парке были посажены еще во времена реку Досинина. Каждый день здесь собираются семьи, чтобы отдохнуть и расслабиться. Руководство деревни постаралось сделать это место сердцем деревни и ее культурным центром. В центральной части есть зона отдыха, наполненная этими деревьями, и возле каждого стоит лавочка. В восточной части есть красивая зеленая поляна, на которую можно прийти на пикник и отдохнуть на солнышке. В южной части парка расположено небольшое озеро с небольшим пляжем, где можно позагорать. Западная и северная часть парка были заняты просто огромной детской площадкой, которая стала любимым местом Мегуми. Сейчас Наруто сидел на удобной лавочке со спинкой, под большим деревом, и со скрещенными ногами читал книгу за авторством Камизуру Анаки «Теория мировой войны». Вдалеке от него, на детской площадке, вовсю веселилась Мегуми, со своими друзьями. Зоркий глаз Наруто даже на таком расстоянии мог наблюдать за девочкой, поэтому он был спокоен. Анаки хоть и казался мне жалким ворчливым стариком, но он знает толк в боевых действиях. Здесь описано множество систем подготовки шиноби, тактик, уловок, и хитрых манипуляций. Теперь понятно, как он, не имея значительных ресурсов, мог держаться в войне с Конахой против таких шиноби, как мой отец и тройка сынинов. Размышлял про себя Наруто, перелистывая страницу за страницей. Вообще, Наруто очень интересовала подобная литература, даже когда он оставил мечту стать Каги. За всеми своими скитаниями по миру и прочтением множества военных, и политических, и философских книг, у него даже проскакивала мысль о том, чтобы найти остатки клана и возродить Озушио в своем мире. Но быстро отбросил ее, понимая, что от клана осталось, ровным счетом, ничего. Да и новая политическая фигура на мировой арене была бы быстро сметена ориенцом великих деревень, с союзником, который второй в мире пасили, после него. За своим занятием, блондин и не заметил, что на лавочке появилась еще одна фигура. И в такой прекрасный день вы решили погрузиться в литературу. Прозвучал приятный женский голос. Наруто соизволил оторвать от книги только правый глаз, но тут же снова сосредоточился на чтении. «Сегодня слишком жарко, Мя-сан». Да, это была племянница Узукаги. А атмосфера в тенечке под многовековым деревом прекрасно располагает к чтению. «И вы не боитесь оставлять свою ученицу одной?» Слегка удивленно спросила Мя. «А своего сына вы, разве, не оставили одного?» Ответил вопросом на вопрос Наруто. «А Кира сейчас с бабушкой, а я пришла лично к вам», — сказал Мя, понурив голову. «Уже пора?» — спросил Наруто, отрываясь от книги. Мя ответила кивком. Наруто запечатал книгу в нательную фуин. Он подошел к какой-то женщине, которая сидела недалеко от них. «Юзасан, я смотрю Мегуми так весело проводит время с вашими детьми, а мне нужно отлучиться по делам. Не могли бы вы присмотреть за малышкой, пока я буду занят?» «Пожалуйста!» — сделав щенячьи глазки, попросил Наруто. «Ну как я могу вам отказать?» «Конечно присмотрю, а когда освободитесь, то заберете ее у меня дома». С теплой улыбкой сказала женщина, что по счастливой случайности оказалась соседкой Наруто через два дома. «Глубочайше вас!» «Благодарю!» Поклонился ей Наруто, а после снова подошел к Ме. «Я готов!» В кабинет Узукаги здесь собрались ответственные люди, которые будут проводить суд над Исао Зумаки. Формально, это все была показуха, банальным соблюдением норм и правил. На самом деле судьбу Исао будет решать лишь один человек. За квадратным столом собрались Узукаги, старейшины Джузе и Йошида, верховные жрицы Кацуми, сторона обвиняемого в лице Ясу, Ме и Мита, а также сторона потерпевшего в лице Изуму, который еще не отошел от тренировки и сидел кунял. Наруто же стоял чуть подальше, опираясь спиной в стену. Раз все собрались. Начал Узукаги. «Приведите обвиняемого». В кабинет завели Исао, закованного в цепи по рукам и ногам. Волосы стали еще длиннее, появилась редкая щетина. Лицо немного осунулось, а глаза говорили о готовности подчиняться любому решению. «Итак, Узумаги Исао, вы обвиняетесь в преступлении против человечности, а именно в попытке подчинения человека своей воле, запрещенными в деревне методами. Что можете сказать в свое оправдание?» Исключительно деловым тоном проговорил Ашина, отбросив на время заседания все свои родственные души. Исао лишь твердо посмотрел в глаза Ашине, а затем начал говорить. «Я признаюсь во всем, в чем меня обвиняют. В свое оправдание я скажу, что действовал исключительно в интересах деревни Аклана, без поиска личной выгоды. Что ж, если все формальности соблюдены, то можно выносить приговор. Обвиняемый имеет право на последнее слово». Исао повернул голову в сторону Наруто, который все это время прожигал его своим холодным взглядом. «Мне очень жаль, парень. Я гад, который не побрезговал использовать самые мерзкие способы, чтобы добиться цели. Я лишь хочу попросить, чтобы ты не трогал клан и деревню. Я во всем виноват, моя кровь и пролей». Эти слова были адресованы блондину. «Наруто сложил руки в замок за спиной и приблизился к Исао, становясь напротив него. Ты недооценил меня и мою доброту. Если бы ты попытался построить конструктивный диалог, я бы с радостью согласился на добровольное вступление в клан. Ты решил сделать меня мальчиком на побегушках, но это не удалось сделать людям гораздо влиятельнее и сильнее тебя. Мне не хочется марать руки о такое, как ты, поэтому я помилую тебя. «Но на мое прощение можешь даже не рассчитывать. Это мой приговор», — сказал Наруто, и вернулся на свое место. «Что ж, раз такова твоя воля, то мы не будем ей противиться. Но Исао должен понести наказание, поэтому я утверждаю указ упразднить должность Верховного Жрица Храма Шинигами, а все обязанности будут возложены на единственную Верховную Жрицу. Священный Орден я объявляю расформированным. Исао больше ни шина без шиа. «Снимите с него цепи!» Скомандовал Ошина, и начал составлять соответствующие бумаги. «Я категорически против такого неуважения к нашим традициям. Слишком бойко для своего возраста запротестовал Джуза, а Йошида его молчаливо поддержала. О вас никто и не спрашивал. Вы последнее время все чаще забываете, что я тут единственная власть. И я решаю, что делать с нашими традициями. Я, а не вы!» Достаточно грубо и твердо сказал Ошина, хлопнув ладонью по столу. Старейшины гадко скривили свои старческие физиономии, но противиться воле Узукаги не стали. «Раз уже все решено, то можете раз ха». Не закончил Узукаги, ведь его прервал влетевший в кабинет рядовой шинобе деревни. Узукаги сама, западная часть барьера и прилегающий к нему водоворот, рухнул. На деревню движется целое полчища кораблей хазуки. Наши дозорные на западном побережье уже сталкиваются с врагом. Это вторжение Узукаги сама. «Что?» Рявкнула Шина, в шоке поднимаясь из кресла. Присутствующие женщины закрыли рту ладонями, а на глазах уже начали собираться слезы. Неужели к ним опять пришла война? Быстро оповестить всех боеспособных шинобе. Снять дозорных с других направлений. Я ввожу военное положение. Всех женщин и детей сопроводить в убежище. Начал отдавать приказы Ашина. «Боже мой, что же с нами будет, Ашина?» На ровном месте начала паниковать Кацуми, Аэсу, Миа и Мита начали ее успокаивать. Ашина, нужно принять меры и назначить ответственного за оборону деревни, и наделить его соответствующими полномочиями. «Думаю, нужно сделать исключение и назначить таковым Исао». Предложил свою идею Джуза. «Нет, я не могу». Ответил сам Исао. «Я долго был в заключении, и сейчас не в самых лучших кондициях, чтобы командовать обороной деревни. Командовать обороной буду лично, Юл». Сказал Зукаги, погружаясь в продумывание плана. «Ашина-сан. Позвал того Наруто, который так и стоял с закрытыми глазами и холодным лицом. Я отправляюсь на поле битвы». От такого заявления конкретно так прифигели все присутствующие, включая Ашину. «Ч-ч-ч, что ты сказал?» Переспросил Ашина, думая, что ему послышалось. «Это самая лучшая возможность сказать, что я присоединяюсь к клану и деревне». Со взглядом, источающим полную уверенность в себе и своих решениях, сказал Наруто. Это заявление еще больше ввело всех в ступор и непонимание происходящего. Только лишь Ашина и Мита поприветствовали эти слова улыбками. Узукаги на поразительной скорости сложил несколько печатей, и Наруто почувствовал сжение в области левой ладони. Прямо по центру там образовалась маленькая спираль. «Узумаки Наруто, я приветствую тебя как полноправного члена клана Узумаки Шинобиоза Шлагакури. Защита деревни — это твоя первая миссия в рамках проверки на верность». Уверенным и слегка теплым тоном сказал Ашина, и бросил Наруто кое-что круглое и металлическое. Поймав этот предмет, Наруто внимательно посмотрел на него. Это был протектор деревни, скрытый в водовороте. Наруто вкрадчиво улыбнулся, и повязал протектор на своей голове. «Раз так, то прошу отправить со мной изму». Услышав свое имя, сонный парень встрепенулся и стал внимательно слушать. «Я совсем не знаю местности людей, и в этом изму мне очень поможет. К тому же, как единственному наследнику, ему просто необходимо получить опыт реальных боевых действий. Хорошо, я приветствую такое решение. Идите, гордый сын Узумаки, и обязательно вернитесь с победой». Сделал последнее наставление Ошина. «Хай, Узукаги Сама!» Сказал Наруто, и вместе с Узуму в спешке покинули кабинет. «Я правильно сейчас все поняла». Недовольно начала Йошида. «Ты вот так просто принял этого мальчишку, которого знаешь несколько дней, в наш клан и сделал Шинобе деревня? Что поделать, если к мальчишке, которого я знаю несколько дней, у меня доверия больше, чем к людям, которых я знаю всю жизнь?» Пожал плечами Узукаги и сложил еще несколько печатей. По помещению разошлась рябь, что свидетельствовало об установке барьера. «Но меня интересует одна вещь». Подозрительным тоном начал говорить Ошина. «Разве мог один из четырех великих водоворотов, которые были установлены еще нашим основателем, вдруг раз и рухнуть? А все присутствующие здесь имеют доступ к снятию водоворотов. И пока боевые действия на западе деревни не закончатся, и не станет известно, по чьей вине рухнула часть барьера и один из водоворотов, ни одна душа не покинет этот кабинет. «Наруто с Изаму на всех парах бежали в сторону поля боя. Как тут блондин уловил сигналы в своей голове? Наруто, это Узукаги. Та печать, что я поставил на тебя, отвечает за связь между Шиноби на большом расстоянии. Я уже оповестил командира отряда Западного побережья, что вы присоединитесь к битве. Ты сражался когда-то с представителями клана Хазуки? «Да, доводилось пару раз», — ответил Наруто, вспоминая встречи со вторым Мизукаги и временным напарником Саски, Хазуки Сугитсу. «Хорошо. Удачи вам и принесите победу Узуши!» «Хай, Узукаги Сума!» — ответил Наруто и обратил взор на Изму. «Ты владеешь стихией молнии. Я тебе больше скажу, другими стихиями, кроме Суетана и Датона, не владеет ни один Узумаки, даже папа. Я не ручаюсь, что у Кагото нету предрасположенности к молнии, например, но все знания о использовании и развитии были утеряны», — ответил Изму, пытаясь не отставать от Наруто. «Это плохо. Ну, может хоть получиться использовать слабость водных техник против Датона, но вряд ли это поможет. Хазуки предпочитают ближний бой», — объяснил Наруто. «А ты много знаешь об этих водяных демонов?» Наруто оставил это замечание без ответа, а сам уже строил план на битву. В конце концов, ребята добежали до места назначения. Им открылся вид на каменистую местность, которая была под густым туманом. Наруто сразу же вспомнил технику своего первого серьезного врага. Футан — великий порыв. Слажив печати, сказал Наруто и выпустил огромный поток воздуха, который в мгновение снес весь туман. Их взору предстало кровавое побоище. Большая часть узумаки уже пала, ведь противник бросил вперед свои элитные части. Они в идеале владели техникой гидрификации, поэтому удары красноволосых не приносили им ощутимого урона. Наруто посмотрел на берег, и увидел, что высадилось только 10 легких судов, а это приблизительно 150 200 шиноби. Не так далеко виднелись полчища этих кораблей, в общей сумме около 50 таких же судов и 7 больших кораблей, каждый из которых может нести на себе вплоть до 1000 людей. Только этих мелких данных хватило Наруто, чтобы понять, что враг настроен захватить узуши. Как и говорилось, большая часть узумаки уже пала. В общей сумме, среди красноволосых было не больше 100 шиноби. Наруто распечатал катану и провел по ней чакру молния. Он решил не терять времени, поэтому сразу же активировал мангёки. Своим чутким взглядом он нашел в сражающейся толпе лидера красноволосых, которого обступили 5 рашиноби хазуки. «Стой здесь, и жди моего сигнала!» Приказал он изуму, на что тот кивнул. Нельзя было в этой битве потерять единственного наследника клана. Наруто исчез в воронке Камуя, и появился возле одного из врагов, который хотел нанести удар по лидеру. Меткий колотый удар в грудь, и хазуки падает замертво. Главное оружие против гидрификации — это стихия молния, ведь она способна дестабилизировать состояние воды в организме и сделать члена клана хазуки уязвимым для физических атак. Но тут, неожиданно для командира, его спаситель понесся с оружием на него. Зря, конечно, тот боялся, ведь Наруто прошел сквозь него и горизонтальным ударом поразил сзади стоящих хазуки. «Приказал всем отступать. Навяжем им дальний бой!» Сказал Наруто относительно молодому парню, который носил командирскую печать Узумуки. С помощью этой печати, командир может одновременно сообщать команды всем шинобезверенного ему отряда. Тот сделал так, как скомандовал ему Наруто. Узумуки, с помощью чакры, начали отходить так, что хазуки не могли поспевать за ними. «Команды отряду повторять за мной!» Сказал Наруто командиру, когда Узумуки оказались на расстоянии, слажив печать змея. Датон грязевая волна. Совместной атакой более ста человек Наруто удалось заставить хазуки потерять равновесие. Но тут он заметил, что корабли с другими отрядами были все ближе и ближе, поэтому нужно было побыстрее разобраться с этими. «Как вас зовут?» Спросил Наруто у командира, пока хазуки приходили в себя. «Казума!» Пролепетал командир. По нему было видно, что он только недавно стал командиром и еще не сталкивался с подобным. «Казумасан, сейчас я использую одну запретную и очень опасную технику. Когда хазуки превратятся в белых жлеподобных существ, нужно скомандовать всем добить их с помощью мечей. Только нужно спешить, ведь в таком состоянии они продержатся недолго!» Сказал Наруто, со всей серьезностью смотря на командира. «Хорошо. Я сделаю все возможное, Наруто-сан!» С решимостью в голосе сказал Казума. Наруто сложил печать змея, и все его тело покрылось молниями. «Изаму, когда погаснет свет, ты должен вытащить меня оттуда!» Через печать обратился Наруто, и на ужасающей скорости помчался в самую гущу шина Бихазуки. «Райтон явление Райтзина!» Выкрикнул Наруто, и с неба по нему ударило молнией. От блондина послышались ужасные крики, а все поле боя покрыло большая вспышка света. От тела Наруто, волнами, начало исходить электричество, поражая и парализуя всех на своем пути. Когда вспышка погасла, в взору шина Биузумаки предстали поверженные враги Наруто, который лежал и сотрясался от множественных ударов электричества. Рядом с ним мгновенно появился Изаму и забрал тело в безопасное место. По отмашке командира, все шины Биузумаки, с победными воплями, помчались добивать бессознательных хазуки. «Наруто-сан, вы в порядке?» Обеспокоенно спросил Казума, оказавшись рядом с блондином. «Я в порядке. Все еще сотрясаясь от электрического шока», — сказал Наруто. Тем не менее, он нашел в себе силы подняться. «Но вы и даете». С нервной улыбкой почесывая затылок, сказал Изаму. «Ничего страшного», — сказал Наруто, отряхиваясь от пыли. Заряд был слабеньким. «Если бы я ударил в полную силу, половину острова бы смело, а меня разорвало на части». «Наруто-сан, мы перебили всех шиноби», — сказал Казума. «Вздохнув спокойно от того, что с Наруто все в порядке». «Это хорошо, но на нас еще идет целая эскадра», — ответил Наруто, указывая пальцем на океан. «К нам придет подкрепление». «Нет». «Отрицательно покачал голову Казума. Узукаги приказал усилить оборону на других направлениях, дабы избежать полной блокировки деревни. Ашина-сама не уверен, что здесь единственные их силы. Очевидно, что они рассчитывали на быструю победу, поэтому ударили большими силами на самый малочисленный участок. «Дело плохо, но есть шанс выкрутиться и даже победить», — рассуждал Наруто, потирая переносицу. «Благодаря тому, что мы победили ту группировку, что уже высадилась, наши эксперты в Фуиндицу приступили к восстановлению барьера и водоворота. Если мы сможем продержаться на суше максимально долго, то мы сможем потопить их корабли с помощью водоворота, а проникнуть через воду им не даст барьер. Тогда мы всеми силами сможем пойти в контратаку, не боясь за безопасность деревни, и отогнать этих гадов обратно в океан», — разъяснил свой план Казума. «Хм, а это может сработать. Сколько суден и кораблей у нас есть?» — решил уточнить Наруто. «Наруто-сан, тут такое дело». Немного замялся Казума, под холодным взглядом Мангёки. «Боевого флота у нас нет, от слова совсем. Сказать, что это удивило Наруто, то лучше промолчать. Как островная страна деревни может жить без боевого флота?» — спросил Наруто, бураве командира своим шаринганом. «Мы мирный клан, поэтому думали, что флот нам не понадобится. У нас есть только несколько торговых судов. Это капец!» — сказал Наруто, хлопая себя ладонью по голове. «Ладно, сейчас нету времени думать. Враг уже на подходе. Так может я вам подсоблю?» «А, Наруто!» — прозвучал низкий басистый голос, а на берег поприземлился тот, от которого все шинобиозумаки тут же попадали в обморок. Ведь не каждый день увидишь демона, олицетворение ненависти, живое сосредоточение зла и просто красивого лисенка высотой около 20 метров. Ринзак убить жудома. В океан полетел последовательный залп небольших бомб хвостатого, который начисто стер все корабли-хазуки с лица земли, кроме одного большого корабля, который размещался дальше всех. Но Наруто не хотел давать им просто так уйти, поэтому исчез в Камуе. Наруто, используя неосязаемость Камуи и меч, пропитанный чейкрой молнии, начал быстро и особо не церемонии систреблять весь экипаж корабля, оставляя лишь некоторых в живых для дальнейшего допроса. Судя по одежде одного из хазуки, Наруто наткнулся на большую шишку. Он его быстро скрутил, обезвредил с помощью райтона, затащил в капитанскую каюту и начал допрашивать. «Говори, мразь, кто слил информацию о том, что барьер в этом участке рухнет? Отвечай, мразота!» Крикнул блондин, отвешивая мощный удар с кулака прямо по челюсти. Наглый хазуки лишь демонстративно сплюнул кровь прямо в лицо Наруто. «Хорошо, тогда...» Угрожающе произнес Узумаки, силой заставляя хазуки посмотреть ему в глаза. Гиндюцу мангёки шарингом. Тело хазуки повисло, словно тряпичная кукла, а взгляд стал пустой и смотрел в одну точку. «Раз ты вынудил меня действовать настолько радикально, то я хочу полностью прояснить ситуацию. Почему вы сегодня напали на Узуши?» «Мы заключили договор. По нему мы должны были напасть на Узумаки и сражаться до тех пор, пока не прибудет другая сторона. Мы должны были сделать имитацию боя, а затем отступить, будто мы проиграли другой стороне. За это мы должны были получить Южный Малый остров, а затем заключить мир с новым правительством из Ушлагакури. Новое правительство!» В шоке спросил Наруто. «Да. Новое правительство открыло нам барьер и убрало водоворот. А кто другая сторона? Клан Синджу!» От такого заявления Наруто чуть не свалился со стула, на который сел, чтобы легче было проводить допрос. «Хорошо. Теперь самое главное. Кто является новым правительством из Ушлагакури?» Задал решающий вопрос Наруто. «Честно, хоть он и присоединился к клану только сегодня, но уже боялся ответа на этот вопрос. Джуза и Йоши да Узумаки!» Ответил представитель Хазуки. Наруто ничего не ответил, а просто всадил этому Хазуки куна и в глотку. Он направил чакру в печать на руке и подал мысленный сигнал. «Вы слышали, Узука Гизма?» Слышал Наруто. «Возвращайся в деревню, нам будет о чем поговорить. Ты хорошо поработал, мальчик мой. Продолжение следует». Продолжение следует. Продолжение следует...